так доброго времени суток в этом видео я хочу затронуть общий аспект фарма в еве да да именно общий аспект рассусоливать я не буду расписывать я расскажу об общих принципах все вы безусловно понимаете и должны уже догадаться что для того чтобы по пвпшить необходимо в еве покрабить и так сейчас с вами разберем какие же способы заработка исок еве есть условно разделим все крабство на уничтожение нпц копку руд планетарку производства и скан а теперь поподробнее уничтожение нпц тоже подразделяется на определенные типы и подвиды первый тип и подвид самый базовый который вы осваиваете это выполнение миссий у агентов или агент ран при выполнении миссию агента существуют следующие виды выполнения миссии это блиц блицевание то есть вы уже прокачали своего агента до 3 4 уровня вы выполняете миссии там 3 4 уровня собираете корабль определенный и блицуете миссии то есть вы прилетаете уничтожаете определенных ключевых не писей летите сдаете миссию быстро без всяких рассусоливание плюсы и минусы этого плюсы вы выполняете миссии очень быстро то есть у вас поток выполнения миссии просто колоссальный минус вы теряете сало то есть сальвак также как из плюсов вы меняете лп то есть у вас большой перерост лояли points 2 тип прохождения это обычное прохождение то есть вдумчивая но сальваком то есть вы сальважите каждую миссию минус этот в том что вы должны иметь дополнительное окно то есть одним одним окном вы выполняете миссию вторым окном вы сальважите тут же далее третья разновидность фарма агент рана это выполнение миссий таких как блокады или в ски это миссии в которых большое количество бэша вы набираете таких миссий 4-6 летите убиваете бэша не ключевых просто выпал убиваете бэша и улетаете идет рестарт сервера когда то есть не очередной вы снова летите и снова убиваете бэша потому что бэша резко цель плюс этого арма в том что убивая бэша вы получаете достаточно много баунти но минус то есть вы ограничены именно вот между рестартами серверов сервера дальше краб крабство на белтах в лоусеках или в ноль секах вступив корпорацию которая живет в лоусеках или в ноль секах вы прилетаете туда и соответственно вы либо крабите миссии которые там именно боевые аномалии называются боевые аномалии либо вы разгоняете белт крабите белты плюсы постоянно есть непись вы убиваете непись вы получаете с них баунти вы получаете с них сальвак если вы сальважите минусы вас могут убить залетающие ганги туда потому что ганги в нули в лоусеке залетают очень часто ибо там не запрещено убивать еще как раньше были плюсы там появлялись фракционные бэша которых можно было убить с которых можно было вкусно полутат но сейчас там появляются дредноуты которые если вы не умрете сразу убежите то потом долго не сможете залететь на этот белт ну либо прилетит какой-то продвинутый дредноут который вас просто сфокусит убьет и все вы потеряете корабль далее фарм в х для новичков в х 1 3 уровня то есть c1 c23 крабится достаточно легко если вы прокачали допустим дрейка лиги вы их легко за зафармите вы легко получите прибыль плюсы и минусы крабства в их а из плюсов высокий доход можно найти в их а нередко открыты хайсеков очень много в их а как в которых есть статические выходы в хайсеке то есть вы насканиваете туда заходите если там никого нету вы скрабливаете минусы вам необходимо кооперироваться один-два человека может быть даже больше потому что необходимо первое просканить все в их а именно все каждую сигнатуру необходимо проверить соседние дыры необходимо выставить уши на эти дыры и уж потом крабить уж тем более необходимо понимать что если вы никого не видите это еще не значит что там никого нету баунти со слиперов не падает слиперов падают так называемая синька или матрас еще называют они продаются на станциях весьма неплохо стоит далее как вариант для новичков это вторжение санши способ хороший в принципе есть коллективы которые готовы принимать новичков которые требуют от новичков немного и способ этот весьма перспективен чем первое вы будете летать во флоте вы научитесь летать более менее во флоте вы научитесь слушать команды минусы вы должны быть на омега аккаунте никто не возьмет гносис настоящего там просто убьют минимум это была нормально так прокачены бесш а также из плюсов то что вам передоставляют возможность фитоваться то есть вам предоставляют feat минимальный для максимальный то есть вы смотрите что у вас по средствам вы можете себе позволить и одеть минимальные или максимальный фит и определенный большой то есть вам конкретно показывают что вы должныŞ так же из плюсов вы получаете там конкорд лп и вы фармите флотом гарантированного где-то 300 400 миллионов за вечер может быть даже больше зависимости от того в какой флот вы попадете из минусов вы не всегда можете попасть во флот потому что очередь на фарм санши весьма большая ну и необходимо найти еще коллектив который фармит это все дело далее скан аквариант заработать на мега аккаунт вы прокачиваете сканище корабль и прокачиваете дата и релик аналайзер пробкомет скиллы для скана и вылетите ищите датки либо релики с даток либо реликов можно весьма неплохо заработать хайсеках не такой конечно крутой заработок но в нулях если вы хорошо там собираете на мега аккаунт хайсеках и далее пойдете в нулях собирать это все дело вы сможете вытаскивать там 200 300 миллионов акс куста потому что в нулевых датках или реликах в реликах скорее всего в нулевых я вытаскивал по 80-100 миллионов с одного релика весьма весьма достойно далее еще как разновидность боевой скан чем отличается вы собираете боевой карты ставите на его прокомет ну либо у вас есть еще одно окно вы летаете ищите пока и секом лексы от называемые от двойки допустим до пятерки в системе 05 пятерки весьма с большой вероятностью спавнится вы выполняете эти плексы с плексов выпадает весьма вкусный лут плюсы минусы плюсы вы летаете по хайсекам вроде бы защищены если вы агриться не будете на кого вы будете весьма бодро себя чувствовать минусы у вас будет жесткая конкуренция очень жесткая потому что летающих таким способом очень много и необходимо просто выбирать какие-то глухие углы где вы будете максимально скажем так кпд собирать все сливки вот в принципе и все что я хотел на данный момент рассказать на этом я думаю закончу видео успехов вам на просторах евы подписывайтесь на канал ставьте лайки ну а ссылки на полезные ресурсы будут под видео всем удачи а а Продолжение следует...